Приветствую, дорогие друзья! Сегодня рад снова провести время в разборе Божьего Слова. И вы знаете, Божье Слово, оно действительно наполнено добром, оно наполнено силой, наполнено благодатью, наполнено всем самым лучшим, что только нужно для нашей жизни. И на самом деле, кто верит в это слово, он никогда не постыдится. Сегодняшняя тема «Почему я не боюсь?». И эта тема, она послужит большим ободрением, большим вдохновением для каждого человека, кто сегодня находится, может быть, под обстрелом каких-то обстоятельств, под каким-то давлением. Либо же вам нужен новый уровень, и вы решаете сделать какие-то шаги. Я сегодня хочу поделиться практическими вещами, которыми Бог меня научил в процессе моего служения, моей жизни. Вы знаете, что каждый человек, который хочет угождать Богу, который хочет служить, приносить плод, он всегда сталкивается с какой-то оппозицией, сталкивается с какими-то негативными явлениями в жизни. И нужно твердое основание, и нужен источник силы, я бы так сказал. И вы знаете, что источник силы и твердое основание – это не просто какая-то теория. На самом деле, когда ты проходишь какие-то вещи непростые, либо когда ты стремишься к каким-то вещам, к каким-то достижениям, то всегда хочется понять свои преимущества. Дорогие друзья, я хочу сказать, что если бы меня сегодня спросили, какая заповедь или какое правило жизни для тебя самое основное, самое такое основное, то я бы сказал, что это слова Божьи, которые звучат так – не бойся. И вы знаете, я даже говорю об этом, что не бойся – это такая заповедь, которая не изменилась и со времен Ветхого Завета, она не изменилась в Новом Завете. От начала Библии до конца, от начала создания человека и до самого конца вообще человеческой истории, я имею в виду земной, эта заповедь, она не изменится. Она сегодня звучит, как заповедь отца своему сыну – ничего не бойся. И знаете, в различных ситуациях в своей жизни, когда я боялся, когда он у меня находил страх или какое-то смятение, конечно, я вспоминал эту заповедь и каждый раз сталкивался, наверное, с тем, с чем сталкивается любой человек, который слышит это – не бойся. С чем? А почему я могу не бояться в этой ситуации? Вот мне что-то угрожает, вот надо мной что-то давлеет, вот на меня что-то напирает, то есть оно прямо как будто сейчас тебя разорвет в клочья. Либо когда я хочу рискнуть и что-то сделать, и чего-то достичь, войти в какие-то новые сферы, всегда, я думаю, что вы со мной согласитесь, что всегда есть какой-то страх, мандраж, какая-то боязнь, боязнь новизны, боязнь чего-то нового, боязнь войти во что-то. И всегда, когда ты слышишь вот это – не бойся, тебе хочется понять, ну какая есть причина не бояться. И вы знаете, что в течение моего служения, моей жизни, Бог дал мне три основных пункта, которых я придерживаюсь во всех ситуациях, во всех случаях, во всех угрозах, во всех страхах, которые только могут меня постигать. Я всегда напоминаю себе, проговариваю, прокручиваю в голове вот эти три пункта, которые делают меня человеком победоносным, который ничего не боится, устойчив. И меня иногда спрашивают, говорят, как ты вот, ну ты такой прямо устойчивый, ты такой там смелый. Вы знаете, я хочу сказать, этому есть причина. И вот Бог мне дал, в моей жизни Бог мне дал три пункта, которые делают меня непоколебимым. И вот я сегодня хочу с вами поделиться. Я верю, что сегодня это для кого-то просто откроет новый мир, откроет новые вообще возможности, новые грани смелости Божьей. Итак, первая причина, она лежит в духовном мире. Это непрестанное ходатайство за меня. Что это означает? Вы знаете, что когда вы попадаете в какие-то жизненные штормы, всегда хочется верить или знать, или чтобы кто-то за тебя молится. Всегда у грешных сыновей, там говорят, молитва матери. У пастора, например, какого-то, у него есть там команда, которая за него молится. Но что делать, если ты сегодня тот человек, за которого некому молиться? Которому может быть, ну, некого даже попросить, чтобы за тебя молились. Вы знаете, я попадал в своей жизни в такие ситуации, когда не то, что за меня никто не молился, а еще и против меня молились. То есть молились люди, одержимые, которые говорили, давай мы будем так молиться, чтобы от него там ничего не осталось, там мокрого места, да, там мы будем так молиться, чтобы вся его жизнь, чтобы все увидели, что с ним произойдет. И вы знаете, сейчас это распространено. Я слышу, как верующие говорят, «Там молятся против нас, там кто-то молится, я прямо чувствую». Вот, дорогие, вот точно. Это, наверное, касается очень многих, кто меня сегодня слышит. Они так и говорят. Вы вот часто говорите, верующие люди, «Кто-то там против нас молится». Или они молятся против нас колдовскими молитвами. «Я не могу заснуть, я не могу есть, у меня что-то болит, я знаю, это вот там молятся против меня». И было время, когда меня тоже волновал вопрос, «А что кто-то там, если молится против меня, а как это сработает на моей жизни?» И однажды Святой Дух, Он со мной пообщался на эту тему и показал мне удивительную картину. Он говорит, «Послушай, я уже сегодня не буду говорить о таком явлении, как ходатайство в церкви. Это хорошо, ходатайствовать надо, надо молиться друг за друга. Всё это в Библии есть. Но самое главное, что меня сегодня делает бесстрашным и непоколебимым, это ходатайство, совершаемое в духовном мире за меня. Оно совершается, послушайте меня очень внимательно, оно совершается на небе и совершается на земле. То есть, представь, ты простой человек, верующий человек, и в отношении тебя непрестанно совершается ходатайство. Тебя это ободряет. Ты бы хотел иметь ходатай, который за тебя ходатайствует день и ночь, неустанно и причём так, что его молитва слышна в небесах. Я тебе говорю сегодня, дорогой друг, у тебя есть потрясающий ходатай, и даже два. Библия говорит, Римлянам 8, 26, «Сам Дух ходатайствует за нас». Это означает, что Святой Дух, который сейчас находится на земле, это Личность, Он непрестанно ходатайствует за нас. Причём написано, что Он ходатайствует по воле Божьей. То есть, очень классно ходатайствует. Потрясающе ходатайствует. Разве может кто-то ходатайствовать лучше, чем Святой Дух? И написано, что Он ходатайствует за тебя с земли в небо. И написано, что Бог, Он знает, какая мысль у Духа. То есть, между ними существует полный коннект, полная гармония, полная договорённость. И Святой Дух сообщает свои мысли в небо о тебе. Хорошие мысли ходатайствуют за тебя. Второй ходатай, который за тебя тоже постоянно ходатайствует. Римлянам 8, 34 говорит, «Христос Иисус умер, но и воскрес Он и Одесную Бога, и ходатайствует за нас». То есть, представь такую картину. Ты – Божье творение, ты – Божье дитя. Ты, может быть, думаешь, там сегодня кто-то там молится против тебя. Лично меня успокаивает вот эти две вещи. Я думаю, да кто б там не молился против тебя. Кто б там не колдовал и не ворожил. Кто б там какие-то наветы в Дух там не инспирировал. Знаете, вот это что-то там говорит, какие-то козни порчи там, наговоры проклятия, что-то вымаливает на тебя. Послушай, верующий человек, друг мой, ободрись немедленно. Я тебе хочу сказать, сегодня у тебя есть два невероятных, потрясающих, самых лучших, идеальных ходатая. Один на небе – это Христос, Одесную Бога, по правую руку. Второй на земле, который постоянно транслирует молитву за тебя в самое сердце Бога. Сегодня меня это ободряет больше. Знаете, когда мне говорили однажды, говорят, послушай, их молитвы очень сильные. Ты знаешь, они там уложили немало людей. Я всегда отвечаю таким людям, послушайте, неужели кто-то, какая-то группа, кучка каких-то людей, у которых не в порядке с головой, которые решили молиться против меня, они могут перемолить Святого Духа. Они могут перемолить Иисуса. Вы знаете, что такое ходатай? Иисус, когда ходатайствует обо мне, это не означает, что Он все время Богу что-то говорит, все время что-то там Отцу говорит, именно там Андрей, вот Он это, это, это. Это не означает. Вы знаете, что само то, что Он стоит, Сын Божий стоит по правую руку Отца, со своими пробитыми руками на кресте, сегодня Он, ну если так можно сказать человеческим языком, напоминание Богу о том, что вина сегодня, если какая-то бы и была на мне, она на нем. Если какой-то недостаток, какая-то нужда, она оплачена. Его восседание по правую руку Бога, это живое свидетельство, это живое ходатайство о том, что у тебя, мой дорогой друг, не может сработать в твоей жизни никакое зло. Поэтому и написано, не приключится тебе никакое зло, язва не приблизится к жилищу твоему, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у тебя есть два ходатая. Дух Святой на земле, Иисус Христос на небе. И поэтому, даже если за тебя никто не молится, не волнуйся вообще об этом. Эти двое никогда не перестанут за тебя молиться. И поэтому, когда тебе, если ты вдруг чувствуешь, что какая-то атака или еще что-то, ты просто скажи себе, разве может мне что-то угрожать? Разве может на меня что-то влиять? Сегодня я в перекрестной молитве Сына Божьего и Духа Святого, и Отец слышит их молитву. Потому что Иисус, Он сказал, что Отец всегда слышит Меня, потому что Я всегда делаю то, что Ему угодно. Может быть, знаешь, кто-то молится Богу, и он не может о себе сказать, что Я всегда делаю то, что Ему угодно. Но Иисус точно делает всегда, что угодно Отцу. И поэтому Его молитва о тебе, она самая лучшая, она слышна, ничего не бойся. Хочу привести один пример, прямо из Писания. Однажды между Иисусом Христом и апостолом Петром произошел один диалог. Значит, в этом диалоге Петр, он сначала там сказал, что Иисус, я за тебя там жизнь отдам, все там, можешь на меня рассчитывать. А Иисус ему говорит, послушай, завтра ты отречешься от Меня, завтра произойдут какие-то нехорошие вещи. Петр там доказывал свое, но Иисус говорит, послушай Меня. И Он ему говорит, Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я сегодня хочу, чтобы ты увидел, услышал этот пример. Представляете, вот я сейчас разбираю, Иисус приоткрывает зависть у духовного мира перед Петром и говорит, Сатана пришел молиться Богу. Что такое просьба к Богу? Молитва. Это молитва сатанинская. Вот представьте, колдуны же они тоже, все эти колдуны, все эти манипуляторы, лжеходатые, знаете, там высекатели ответов, они сегодня могут там молиться о том, чтобы тебе было какое-то зло, чтобы тебя разделить с кем-то, чтобы что-то сделать. И представьте, Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Кого вас? Учеников. А что значит сеять как пшеницу? Ну, сделать так, чтобы каждый был сам по себе, не вместе. Ну, сеять, это значит, брать где вместе, раскидывать по отдельности. Для чего? Потому что, когда человек один, вот как я сегодня говорю, я один, за меня никто меня не поддерживает, за меня не ходатайствует. И Сатана это знает, поэтому он всегда разделяет. И представьте, Сатана пришел просить, пришел ходатайствовать против учеников, но сегодня я хочу тебе сказать, чья молитва пересилила, чья молитва победила. Иисус говорит, но я молился о тебе. Я хочу, чтобы ты прочувствовал это в своем сердце. Ты говоришь, против меня кто-то молится. Я тебе сегодня говорю слова Иисуса Христа. «Но я молился о тебе». И он говорит дальше, чтобы не оскудела вера твоя. И как показывает Писание, дальше Петр стал великим человеком. Его вера, в конце концов, его любовь к Богу, она победила. И он стал апостолом. Он стал, знаете, одним из первых апостолов, ну, первых лиц в апостольской команде. И теперь я тебя сегодня спрашиваю, ну, разве сам сатана прямо сегодня молится прямо о тебе? Я думаю, что сатана молится за кого-то другого, может быть, такого, как Петр, молится против них. Но даже если сатана сегодня лично против тебя молится, я тебе хочу сказать еще раз эти слова Иисуса. «Но я молился о тебе», говорит Иисус, «И поверь, дорогой друг, что любой колдун, пользующийся демонической силой, любой заблудший человек, называющийся верующим, который молится, чтобы манипулировать духовно тобой, не перемолит ходатая Иисуса Христа. Это истина, первая истина, почему я никогда не боюсь. Она просто, знаете, в свое время она взорвала в моем сердце новый, знаете, огонь к Богу». Я думаю, «Боже мой, на самом деле, представь, никто не может перемолить Иисуса, никто не может перемолить Духа Святого, никто не может что-то вымолить против тебя больше, чем молят они за тебя». Поэтому сегодня это первая истина, почему ты не должен бояться. У тебя есть два ходатая, один на небе, один на земле. «Они производят в тебе угодные Богу поступки». Знаешь, вот их молитва. Написано, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Иисус молился, говорит, «чтобы не оскудела вера внутри Петра». Вот, знаете, я представляю эту молитву, он пришел к отцу, говорит, «Отец, я знаю, что сам дьявол, он сейчас молится, он хочет задушить вот это движение, хочет задушить это начинание, эту церковь новую, он хочет все этих как пшеницу, но я молю тебя. Может быть, он что-то будет делать, может, он что-то будет предпринимать, но я молю тебя, пусть не оскудеет внутренних вера». И дальше, знаете, как в Писании я уже говорил, говорится, что Бог производит внутри тебя хотение и действие. Он что-то произвел внутри Петра, из-за чего он в конце концов был восстановлен, несмотря на жесточайшее отречение, да, вот какое-то падение, он был восстановлен. Поэтому, даже если ты сегодня в падении, даже если ты сегодня, может быть, вообще отрекся от Иисуса Христа, я хочу тебе сказать эту новость, хочу тебе напомнить эту истину, Христос ходатайствует о твоей вере, просто вставай. Знаешь, как этот Петр, он увидел Иисуса, он выскочил из лодки, он побежал к нему навстречу, уже после своего отпадения, он трижды признался ему в любви. Разве это не проявление неоскудеваемой веры внутри него? Он не перестал верить, он не разрушился, как Иуда на совсем. О нем была молитва Иисуса, и сегодня это молитва о тебе. Хоть бы сам дьявол просил против тебя. Нет никакого осуждения, Иисус молится за тебя. Это был первый пункт. Второй пункт, почему я не боюсь. Он звучит, это знаменитая крылатая фраза христиан «Все содействует ко благу». Ты скажешь «А, ну я это знаю, но я сегодня хочу тебе сказать другую интерпретацию, как однажды показал мне Святой Дух, и это сильно отличалось от того, что я слышал вокруг себя. Вы знаете, вот Римлянам 8, 28 написано «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению все содействует ко благу». И вы знаете, что эту фразу я постоянно слышал, как верующие люди, они говорят, вот у тебя что-то беда случилось, все содействует ко благу. У тебя там крыша обвалилась в доме, все содействует ко благу. Заболел ребенок, все содействует ко благу. Умер папа, мама, все содействует ко благу. И просто религия, она диктует человеку, что все, что происходит, оно на добро. И я сегодня хочу сказать, что эта фраза в Писании, эта истина, что все содействует ко благу, никакого отношения вот к такому положению вещей не имеет. Вы знаете, что даже грешники говорят, что не делается все к лучшему. Значит, Гитлер пришел, это к лучшему. Еще кто-то что-то натворил, Чикатило поубивал 59 детей или сколько, это все к лучшему. Какому лучшему? Писание говорит, что нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Значит, не все содействует к лучшему. Что же тогда означает эта фраза? Однажды Святой Дух мне это показал. Я был очень благословлен этим. Он сказал, ты пойми одну вещь, что не все зло, которое происходит в твоей жизни, оно направлено, чтобы тебе причинить добро. Нет. Эта фраза означает следующее, что в духовном и физическом мире от Бога все послано для содействия твоему успеху. Еще раз говорю, беды могут случаться. Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Мир это такое место, где без скорби не обходится. Но не скорби содействуют ко благу. А я тебе сегодня говорю Духом Божьим, ангелы бегают, чтобы доставить тебе успех. Обстоятельства, им всем обстоятельствам приказано содействовать твоему успеху. Разве это не то же самое? Это радикально не то же самое. Эта фраза означает вот следующее. Все содействует твоему успеху. Именно успеху, именно благу. И это обстоятельства, ангелы, материя. То есть это своего рода такой, знаете, как говорят в народе блат. Но это такой по блату. Как вот отец что-то делает для своего сына. например, есть какой-то начальник, да, и вдруг в его подчинении, в его системе, которой он руководит, туда приходит сын. Даже простые люди, даже если он вообще ничего не будет делать, но вдруг все люди понимают, это сынок, значит, лишнего не говори против него, да, плохого ему не делай, уже где-то какие-то, если безобразия, то надо их припрятать, потому что сын с отцом общается. И вообще надо всячески ему помогать, чтобы еще заслужить благоволение у начальника. Ну, даже в грешном мире так происходит. И вот представь, ты сын всемогущего Бога. Вся вселенная знает, что теперь нужно. Это знают не только ангелы, это знают не только духовные существа, это знает природа, материя, все знает, что если ты Божье дитя, все должно содействовать твоему благу. Ну, почему тогда так много проблем? Еще раз говорю, в мире есть скорбь, она присутствует в мире, но для того, чтобы тебе ничего не бояться и преодолевать эти вещи, просто игнорировать, преодолевать, проходить сквозь них, ты должен понимать одну вещь, все будет содействовать ко благу. Примерно такой образец, как Моисей народ выводил, моря раступались, горы плавились, манна прошла, все просто садится, вся природа, она участвовала в шествии сынов божьих, это прекрасно. И в Библии об этом говорится вот следующими словами, ты будешь подниматься все выше и выше. Я каждый день исповедую своих людей, всех призываю, кто со мной движется, я говорю, все время это говори, я поднимаюсь все выше и выше, я никогда не буду внизу, я никогда не буду хвостом, я всегда буду главой. И какие бы скорби с тобой ни случались, все содействует, чтобы сбылось вот это Божье слово, ты будешь наверху, ты никогда не будешь внизу, ты никогда не будешь хвостом, ты будешь всегда главой, все на это направлено, сам Бог следит, чтобы его слово исполнилось в твоей жизни, меня это вдохновляет, аллилуйя. И поэтому у тебя есть такая протекция, представь, ты как этот сынок в доме своего папы, в ведомстве своего отца, все его слуги, они тебе служат, все для того, чтобы у тебя все получилось, тебе помочь, они доброжелательно это делают, они не потому, что это вот, это ты сынок, и мы вынуждены, ну ладно, это у грешников, здесь в царстве Божьем, они все заинтересованы в тебе, ангелы заинтересованы в тебе, материя, природа, все в тебе заинтересовано, поэтому всегда помни это, даже я тебе так скажу, что деньги заинтересованы в тебе, деньги заинтересованы в тебе, представь, процветание принадлежит цена, поэтому, конечно же, сейчас много об этом учатся, поэтому я даже не собираюсь на этом акцентировать внимание, но ты должен иметь в виду, что деньги бегут за тобой, деньги преследуют тебя, амэн, поэтому, слава Богу, ты люби Бога, написано, что любящим Бога все содействует ко благу, все, что от тебя надо, люби Бога, изливай перед Ним сердце, распахивай ему свой разум просто, чтобы он мог мысли твои там менять, делать тебя все более похожим на Иисуса Христа, итак, первые два пункта я говорил, почему я не боюсь, первое, это ходатайство в духовном мире, которое постоянно совершается за меня, второе, это, что все физические обстоятельства, физические процессы на земле, они призваны содействовать моему успеху, об этом заботятся ангелы, и следующее, третье, это уже касается меня и моих действий, существует твое восстановленное, возвращенное, знаете, отвоеванное право управлять, чуть-чуть более подробнее я в этом говорю в своей проповеди, наслаждайся и управляй, но это тот пункт, который я себе все время напоминаю, знаете, есть такая пассивная позиция верующих, за меня, ну даже если первые два пункта за меня молятся, обстоятельства содействуют, ну значит, я буду сидеть и смотреть, как они там посодействуют и как все у меня получится, но есть еще третий пункт, это гарантия твоего успешного бега, забега жизненного, то есть, Павел говорит, я бегу, да, чтобы получить венец, я бьюсь так, чтобы получить, не просто бить воздух, а получить награду, и кто-то может сегодня сказать, а с чего я могу знать, что я получу награду или венец, и один из пунктов, вот это вот третий, который я сегодня хочу сказать, у тебя есть все в твоих руках, возможность управлять, в римлянам, пятой главе, в семнадцатом стихе, я хочу, чтобы этот стих просто открылся тебе по-новому, там написано, тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, кто эти приемлющее обилие благодати? Это ты и я, верующие, любящие Бога, люди, верующие в Иисуса Христа, это люди, которые приняли благодать и написано здесь о ней, что они будут царствовать, царствовать это управлять, потому что образ царства, как я уже говорил и ранее, это не лежание на диване и мне все делают, да, а царство это управление. Вы знаете, что вот эта сфера, область управления, это была особая, очень особенная, трепетная радость Иисуса Христа. Он говорил, то есть его радость была в том, что отец вернул детям управление. Это вот тот самый момент, когда блудному сыну одели кольцо на палец, да, вот этот перстень фамильный, которым он мог скреплять любые семейные решения. Аллилуйя! И его радость Иисуса была в том, что не даже просто, что ты снова можешь кушать не из свиного корыта, а в том, что ты теперь можешь решать для своей жизни. Вот эта радость, которую верующие иногда просто, ну, даже боятся принять. Я вам напоминаю эту историю про блудного сына. он вернулся к отцу, потому что ему есть было нечего. И он пришел, блудный сын, пришел к отцу и говорит, внутри себя, говорит, у него много еды, даже его прислуга, она кушает лучше, чем я, пойду, наймусь к нему. Но отец не захотел так. Он говорит, подожди, подожди, кушать это понятно, одежда, это мы тебя переоденем, все, то есть грехи твои, убелил одежды, уже все. Но говорит, но есть еще один момент, самый главный, именно тот, который и делает тебя по-настоящему Божьим сыном. Это перстень на твоем пальце. И он говорит, так, все, давайте, перстень ему, пэм, и одели ему семейную печатку, которую скрепляли раньше все решения важные, семейные, фамильные, и поэтому отец дал царство. Иисус говорил, Луки 12, 32, он говорил, не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Вот еще одно вот это упоминание, не бойся, потому что ты управляешь. Не бойся, теперь ты за рулем. Не бойся, тебе уже не придется, знаешь, как ездить в багажнике жизненном таком, знаешь, кто-то управляет, а ты едешь и не знаешь, куда тебя везут, зачем тебя везут, что тебя ждет. Все, теперь ты за рулем. Это то же самое, как, знаешь, Бог тебе ключи от новой машины дал. Говорит, все, управляй, теперь все в твоих руках. Теперь ты. И дальше он, момент радости Иисуса. Ученики приходят и говорят, о, духи нам повинуются. То есть, они попробовали выгонять бесов, и бесы подчиняются. Представьте, они такие, вау, духи нам повинуются, бесы выходят. Иисус улыбнулся и говорит, ну, вы больше радуетесь этому, что бесы выходят. Есть причина, говорит, потому что ваши имена записаны в книге жизни на небесах. И потом написано, что он, Луки 10, 21, возрадовался духом Иисус и сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых, разумных, и дал детям, младенцам, открыл ей, Отче, ибо такого было твое благоволение. То есть Иисус очень радовался, когда видел, что управление возвращено людям, что теперь они не какие-то безнадёги, которые ничего не решают в жизни. Это возврат управления. Это означает, что ты теперь не по воле волны обстоятельств, решение за тобой. И вот этот третий пункт, это то, что от меня зависит, от меня зависит, теперь я управляю. Библия там называет инструменты управления, говорит там, язык, да, то есть смотри, что ты говоришь, как ты мыслишь, мышление ли у тебя царского сына, язык ли у тебя царского сына, осуществляешь ли ты то, чего ожидаешь, то есть движешься ли в вере. Вот это и есть причина не бояться, потому что всё будет подчиняться твоему управлению. Это сделал Бог. Написано, Он благоволил дать тебе царство. И Иисус называет это причиной не бояться. И всё, теперь не бойся. Никто тебя никуда не увезёт, не утянет, потому что всё решаешь только ты. Именно эти три факта, дорогой друг, лично меня делают очень оптимистичным, бесстрашным, устойчивым человеком. Я знаю, что эти три фактора, они, если ты их примешь на вооружение и каждый день себя будешь об этом напоминать, просто запиши где-то себе на стене эти три факта. Ходатайство за тебя в духовном мире, на небе и на земле. Содействие на земле твоему успеху. Всё содействует твоему успеху, ко благу. Люби Бога и всё содействует твоему успеху, потому что ты тот человек, которого любит Бог. И третий пункт это твое личное управление. Оно дано тебе. Оно в твоих руках. Больше никто за тебя ничего не решит. Больше никто тебя никуда не утянет. Как написано, если раньше вас как будто вели куда-то, как на убой вола, теперь нет. Никто не может тебя никуда везти. Ты всё решаешь. Вот эти три фактора делают тебя поистине непоколебимым, победоносным. Они действительно воплощают Божью волю, благодатную Божью волю в твою жизнь и дают тебе право пользоваться этой невероятной, потрясающей Божьей заповедью как Отца детям. Ничего не бойся. Только веруй. Слава Богу за тебя, дорогой друг. Я верю, что тебя это благословило. Бери и пользуйся Божьими истинами. Божьими истинами.